Я также, как и вы, болен тачками. Этот проект о том, как, имея в кармане мизерное количество денег, подняться вверх и добиться успеха во всем. В мире автогонок, бизнесе, взаимоотношениях и восприятии самой жизни. Я начал свой путь один из умотанной жиги. Произошло много сногсшибательных событий, и на сегодняшний день я двигаюсь уже не один. У меня есть команда под названием Дубровский Синдикат. А еще много долгов и нет тачки, потому что свою Вольво я подарил Томми. Конечно, она ее немного ушатала, но все же она с нами, она в Синдикате, поэтому я не опускаю руки. Занимаю полтос у Вани и еду покупать себе новое транспортное средство. Встречайте! ЗИЛ-130! Вот она моя новая машина! Какой он атмосферный! Просто стоит тут! Он стоит два года! И знаете что? Она прям просится, чтобы ее как-то доработать. Что-то интересное с ней замутить. Но вы сами понимаете, что я не идиот. И все мои идеи по видосам, они никогда не плагиатные. Я никогда не пытаюсь слизать идеи. Я придумываю сам, благо у меня в этом плане мозги работают. Я всегда придумываю сам идеи. Поэтому эту тачку, к сожалению, мы не будем дорабатывать. Мы просто купили ее для перепродажи. Это будет просто переходной вариант, чтобы купить следующую тачку невозврата. Я уже даже знаю, что это за тачка. Пока это будет секрет. Но я иду именно к этому автомобилю, к сожалению, просто мне не хватает денег. И мне сейчас нужно вот взять и перепродать как можно быстрее взяла, чтобы купить тот самый автомобиль. Как мы договорились с владельцем? Отдаст он мне за полтинник, сказал. За полтинник, представляете? Я не мог пропустить этот вариант. Это бензовоз, мать его. Он сказал, что он весит 5 тонн. Если даже эту машину мы угоним на металлолом, примерно свой полтинник, я думаю, мы отобьем. В любом случае. Можно отдельно кому-нибудь на дачу продать бочку отдельно ЗИЛ. Охренеть! Как это может полтинник стоить? Я в шоке. Вот, понимаете, какие варианты нужно выкладывать, чтобы замутить денег. Я уверен, что я его продам за 100, за 120. Но, конечно, если он живой, если он на ходу. Так, сейчас, кстати, будем узнавать вообще, нужны ли какие-нибудь специальные допуски, чтобы управлять именно бензовозом. Благо, категория С у меня есть. Знаете, что я не могу понять? Какого хрена у нас в тачке возврата все машины голубые? Совпадение? Да, совпадение. Привет! Ну, короче, он в таком состоянии года два стоит. Да. Но если поставить аккумулятор, я думаю, все должно завестись. А на бензовоз нужны какие-нибудь специальные допуски или что-то такое? Использовать нельзя как бензовоз без АБС сейчас. А кататься как, я не знаю, говновозка, как водовозка, чухой с ним можно. То есть, если ты перевозишь в этой же бочке не топливо, то можно без АБС? Ну, снимаешь вот эту табличку, чтобы ты не опасник. А, я понял. А в документах там как бензовоз прямо написано? Специализирован. Специализирован. Ну, под что, да, разницы, наверное, нет. Нормас. Купили новенький аккумулятор. Просто, чтобы дела запустить, нужен вот именно такой аккумулятор, сотка. Купили мы его в akbmac.ru. Этот магазин, он имеет 13 филиалов по всей России, 6 магазинов в Москве. У них есть доставка, что немаловажно. Но в этот раз мы решили сами заехать за ним в магазин. Покупаем прямо в магазине. Приехали вот в akbmac.ru. Что касается самого аккумулятора, альфа-лайн серии ультра, это аккумулятор с повышенной емкостью и повышенным пусковым током. Производство Корея, но так он тестировался в Сибири, в жестких условиях. Нехал тяжелый. Тяжелее, чем обычно. Спасибо большое. Также вы можете сдать свой старый аккумулятор им, и они вам продадут новый со скидкой. Кстати, если будете покупать аккумуляторы именно вот Альфа-лайн в АКВ Маги, то переходите по ссылке в описании, и при использовании промокода ЖЭКИЧ вам дадут скидку 10%. Все, ставим. Давай так пока, поставим его. Раньше моего отца был ГАЗ-53. Я помню, все детство мы на дачу ездили на этом ГАЗике. В принципе, зелок. Он круче, но в принципе похож. Очень. Такие воспоминания о детстве. Стретая фишка на всех делах. Вот обмотка руля. Это я уже много раз вижу. Ну, можно в объявлении смело писать. Пробег не смотан. Ездила девушка. И то по выходным в магазин только. За молоком, да? Девушка ездила за молоком. Вот, видишь, сколько можно молока вместить. Ну, крутит, короче, ладно. Сейчас заливаем бензин. Блин, какой он охрененный. Мне даже его продавать не хочется, если честно. Оп. Оп. Сань, не видно, зажигалка посветит. Была бы зима, я бы, конечно, попробовал даже подрифтить на них. А что я думаю, блядь, если он хоть завелся. Запустился, да. Ну, пока без движений. Сейчас все будет. Все будет. Я в это верю. Многие, наверное, из вас даже не знают, что это такое. Это кривой стартер. И, наверное, ваши отцы очень часто пользовались подобным. Смотри, сколько он стоит. Масло для грузовой машины. Это вообще, я считаю, идеальное состояние. Так оно вообще свежее масло. Его поменяли, видимо, и поставили машину. Надо посреди, что в бочке, может, там бомж помер. Хрен его знает. Сейчас представляешь, сюрприз. Как будто в бункер какой-то открываю дверь. Ну, и что там? Тачка невозврата! Я так счастлив этой технике. Кстати, нульцевая резина прям. А запаска, запасное колесо вообще, по-моему, ни разу не ставилось. Так, здесь что? Там что-то есть. Нет, я шучу. О, рукава. Да, тут много различных предметов, связанных с бензином, с заправками. Я похож на ковбую? Ну что, хейтер, приготовься ставить дизлайк. Молись, щенок. Нормально, я его застрелил. Уже 4 часа увозимся, вообще. Я очень замерз. Просто, у меня ноги, я ноги не чувствую. Покажу вам, в гараж подъедем. Короче, крест вот это, безарочные стекла. Чуть-чуть, да, я и в бочину, въехали. Ну, я могу вытянутить. Че, серьезно, что ли? Подожди, а двигатель какой? Грифье. Самый простой. Ну, он подружка, да? Да. Ого! Ого! Да! А еще? Да! Класс! Я рад. Вот я, теперь я рад, вот теперь я согрелся. Вот это классно! Тачка на ходу. Погнали! Так, пытаемся сорвать его с места после долгой стоянки. Давай, встань и иди. О! О! Да! Выехал! Ну все, наконец! Молодец! Это такая вот мойка грузовиков своеобразная. Знаешь, че? Не странно, что это Зил. За 50 тысяч рублей тачка, вот, она прям нулевая. Она лучше, столько, чем Вольво. Состояние у нее лучше, чем у Вольво. Лучше, чем у Жиги, которая у меня была. Она конфета, понимаете? В отличие от тех автомобилей. Оп! Ну все. Поехали! Да, вот она, мощь. Огромный грузовик, блядь. Я в последний раз ездил на грузовике очень-очень давно. Вообще удобная машина. Не, ну реально. Она мягкая, она теплая, комфортная. Мне нравится. Эт автомобиль. Блядь, я сиклой. Блядь, что-то отвалилось. Люстра отвалилась. Вентилятор включил. Что это, что это вообще за аппарат? Мигалка. Мы едем, ну реально, классно, на бензовозе. Ребята, это кайф. Хрен его знает, да? Почему вы? Я радуюсь этой тачке. Сейчас. Люди за полтинник квадрокоптер покупают, запускают его в воздух и теряют. Люди, да люди, люди айфон дороже, блядь, какой-нибудь покупают. Да, здесь за 50 тысяч ты получаешь просто 6 тонн мяса, понимаешь? Прям железо такого, живого, которое едет, которое функционально. Да я как только услышал цену, когда я увидел его вживую, когда он завелся и поехал. Это, да, это... Тут, понимаете, нельзя было никак пройти мимо этого варианта. Похрен, что ЗИЛ есть у академика. Похрен. Я не собираюсь с него ничего делать. Просто, да, я кайфанул от того, что вот сейчас я даже еду. Советская техника, которая принесла немало пользы государству, да и вообще людям. Вот это вот бензовоз. Спецтехника, по сути. Была бы зима, можно было бы боком подубасить, заднее брио. Ну, заварить дифференциал, разобрать мост. Осталось, если просто слить масло, прокатиться, он сам заварится. Не, ну она такая, знаешь, нормальная, бодро едет. Я даже не верю, что она 2 года стояла. Стоит здесь? Она прям едет живенько. Ну, я говорю, мы не смогли завести в первый раз, потому что вот эти жиглеры, просто, видать, вода осталась. Ага. Так, ну все, эту тачку я купил. Ага, сейчас заедем в гараж. Дима говорит, что еще сейчас запчасти какие-то, да, то, возможно, отдашь. Там все прорезиночки, мало ли пригодятся. Ну да. Стараюсь. Сейчас мы приехали еще одну тачку построить. Он мне сказал, что это кресло, но пока цену не назвал. Что за машина? Номера, выбирай. Любые. А, номера. Кстати, это я уже много такую фишку вижу, у кого вообще во многих гаражах. Единственное, света нет. Света нет? Ну давай, пройдем. Так, 90-е кресло. 90-е кузови. И хера себе, как жестко. Мне что-то это напоминает. Мне просто что-то это напоминает. Да, с ней сыграла эта знаменитая поговорка, что Марк на столб намотался. Так, стороны ровная. А, двери есть, да, у вас? Да, я тебе говорю, порог мы вон... В общем, надо вытянуть стойку, ей порог, да? Она автоматная, да? Она два года стоит тоже, как ЗИЛ. Не, ну, с ЗИЛом мы так нормально поковырялись. Почти. Я, конечно, ожидал лучшего, честно скажу. А что-то по цене вообще, как? Ну, предлагай. Не, я так не могу покупать. Я не могу. Я просто боюсь обидеть, понимаешь? Вот, допустим, куплю я ее, и что? Выкидываешь мотор. Не, не, да, да. Ну, это хорошо, когда у тебя есть бабла много, это хорошо. А у нас все сейчас пока бюджетненько. Сколько стоит мотор с коробкой? Ну, одна 154-я коробка стоит 1080, наверное. JZ первый стоит тоже 80, 160, короче, это... Ну, знаешь, за 40 я тебе ее отдам, вот тебе 200 тысяч бюджетненько. 200 тысяч. И нормально. Такая вкусная цена. Возможно, я бы купил, если бы у этой машины был хоть какой-то положительный момент. Либо живой кузов, либо в порядке был бы двигатель, либо у нее была бы механика. Да-да, она на автомате. Что мне с ней делать? Я решил отказаться от этого варианта. Так, новый день. Новые заботы с этим зелом. Короче, что-то не получается у меня открыть нифига. Тут стоит замок неродной. Ну, вообще, просто дверной замок стоит. И не могу я ничего открыть. Блин. О, пошло. О. Ну, и что? Вроде что-то открывалось. Блять. Надо же. Сука. Ключ остался там. С другой стороны влезли в кабину и... Открыли. Сегодня второй день, когда я на нем езжу. И скажу честно, кайф от вождения пропадает. Буквально там 51-15 минут. Вот. И поэтому я его хочу, наверное, уже быстрее продать. Так что, да. Внешне он мне очень нравится. Сейчас загоним его на мойку, чтобы придать лоска, красоты, свежести, так сказать. Конечно, никто не заворачивается с этими машинами по поводу мойки, но мы же на продажу это делаем. Так что, помоем его. Смотри, преображается тачка. Кстати, уже подходят и интересуются, сколько стоит. Может быть, даже сейчас уже у нас ее заберут. Здесь на мойке какой-то мужик подошел, говорит, сколько стоит. Я ему сказал, перед час я пойду с прошутом. Может, даже сейчас продам сразу. Круто. А вы не спрашивали насчет покупать-то? Вот мы с вами сейчас поговорим. А? Все, ваша, ваша готова. Я, короче, не знаю, кто это. Это, видимо, хозяин мойки. Он позвонил кому-то чуваку, и сейчас этот чувак должен приехать, посмотреть нашу тачку. Если сейчас мы ее продадим, я просто охерею. Я думал, знаешь, я сейчас с ней зависну, потому что мало кто покупает такие машины. А тут грузовая мойка, видимо, хозяин знает своих клиентов. И вот он позвонил кому-то, сейчас мужик приедет, посмотрит ее. Я прям держу кулаки. Давайте будем ждать. Там ждем покупателя. Чтобы наш ЗИЛОК лучше работал, не дымил, я решил залить Супротек. Это оффроуд, ДВС, бензин 4х4. Да, он для внедорожников, но в принципе, это тоже самый состав, только здесь объем больше. Здесь 200 мл. А здесь, мать его, 6-литровый двигатель. И как раз вот именно такую банку нужно на этот двигатель. Вообще, есть специальные трибосоставы для грузовиков. Вот здесь вот сейчас я их покажу. Да, есть. Но если даже мы вот этот зальем в состав, хуже не будет. А будет, наоборот, даже лучше. Скорая зима. Он защищает двигатель при холодном пуске. Он снижает вибрации, шумы, дымность. Из выхлопа уменьшает, разумеется, потому что масло меньше горит. Капрессия повышается. Сейчас будет все классно. Давайте зальем в отечественный автомобиль. Трибосостав отечественного производителя. Ссылку я оставлю в описании на всю продукцию Супротек. Если вы будете заказывать через сайт, то будет дешевле, чем покупать в магазине. Капец, тут резьба. Можно вечно откручивать. Так, ну вот покупатель подъехал. Смотрит под капотку сейчас. Хоть бы купил, хоть бы купил. Блин, вообще круто будет. Съемки какие-то. Да, не обращаю внимания. Это так, как мы. Для собственного архива. Ну тут хоть живенько все. Не, живенько. Да, он вообще в хорошем состоянии. Посмотри, вот рама вся негадилая, хорошая. Двигатель, как часы. Ну вот, в общем, такая тачка. А что, не получилось с бензином, да? Ну, что-то да, не пошло. Ну, знаешь, что, стартят немножко, что-то он мозги делает. Да, по нему может ударить. Ну, может ударить, там можно... Короче, он через раз заводится. Сейчас. Вот так с грузовиками часто, да, связан был? Я вижу, что что-то понимаешь. Ну, все, завелся. А, кстати, аккумулятор вообще новый. Я видел. Даже габариты работают. Е-мое. Да, габариты, мигалка, все вообще работает. Сейчас ехают поворотники. Шесть кубов, да? Шесть кубов, да, больше. Так, поехали покататься, сейчас посмотрим. Ты на грузовиках часто, да, ездишь? Постоянно. А, постоянно работаешь, да? Получилось только на 131-м. Да, техника еще побольше. Я на 53-м учился, а потом сдавал на КАМАЗе, такой трехмостовый военный. А, ну я тоже трехмостовый выбросил в автошколе, ман. Насколько помню, здесь лучше с военном выжим. Ну да, довольно выжим, перегазовка там, все дела. Ох ты, ни хрена себе. Вот это вот вчера хрень вывалилась. Так-то она, в принципе, ну там ее прикрепить можно будет. Мягко как идет, да? Мягко? Ну вот. Ну вот, хорошая тачка. Ну, 130 вообще его ставил. Ну, может, поменьше. 110 хотя бы так. Блин, нет, 110 что-то мало вообще. Ну так-то, блядь, хорошая машина. Ну, не знаю, ну я, блядь, пятерку, пятерку скину и все. Ну, максимум. Ну давай, нормально, в принципе. На карту сможешь, да, закинуть? Да, без проблем. По номеру телефона. Так, 8, 964, 400. Блядь, что-то он как будто глохнет. Короче, надо быстрее валить отсюда все. Ну не, я вроде уехал. Так, ну, я счастлив. Я просто невероятно счастлив. Почему? Потому что, блядь, это мои самые легкие деньги. Прошло 2 дня. Я вот буквально вчера купил, сегодня мы приехали на мойку. И так вот получилось. Ну, немножко там руки в мазуте у меня тоже побыли. Но ничего, это того стоит. Мы потратили полтинник и, что там, 75 сверху. 75 тысяч за 2 дня. Вообще круто. Классно, конечно, что я продал. Но есть такой небольшой осадочек, потому что все же я наварился на нормальном человеке, там, работяга он, да. С одной стороны, конечно, он получил тачку, которая стоит своих денег. Реально. Он стоит 125 тысяч. И однозначно он не в проигрыше. Просто мне повезло выхватить тачку вот эту вот недорого. И это жизнь, понимаете. Тачка невозврата – это жизнь. Нам нужно двигаться дальше. И поэтому я надеюсь, что вы все это поймете. Не будете меня ругать. Но я постараюсь перекупом больше не быть. Мне, конечно, как-то вроде бы радостно, что я деньги заработал и легко заработал. Но, с другой стороны, мне не очень хорошо, что вот таким способом. В любом случае, у тех, у кого я купил, остались довольны. Я остался доволен. Да и человек, который купил эту машину, тоже доволен. Все. Мы двигаемся дальше. Рустам, привет. Это Женя. Здравствуйте. Рустам, ну все, у меня бабки есть. Я тебя перевожу, а ты грузин автолос. Ну, добро, хорошо. Смотри же, Кос, эта хрень едет. Жень, все, я тачку загрузил. Доки у парней. Все, давай на связи. Единственное, что-то Акун подсел. Возьми обязательно крокодилу, чтобы ее завести. Там разберетесь, ладно? Все, давай на связи.